В рамках проведения фестиваля ярмарка в кустах для гостей праздника приготовили самую длинную в Поволжье шаурму. Мы тоже не смогли устоять перед таким соблазном и попробуем кусочек. 22-метровая шаурма получила название «Шаурма дружбы народов». На приготовление шедевра ушло более 60 килограммов овощей и 25 килограммов куриного мяса и ветчины. Чтобы получить хороший мясной рулет, поварам пришлось потрудиться. Мы приготовили шаурму всеми любимыми. Это блюдо любят не только татары, чуваши, русские. Это уже блюдо распространенное, популярное. В этой подготовке приняли участие повара всех национальностей. Казахи, туркмени, башкиры, татары, русские. Ажиотаж был невероятный. Голодные зрители в нетерпении ожидали окончания приготовления. В итоге самарцы и гости города расправились с деликатесом буквально за 10 минут. Мы приехали из Казани, услышали новость, что здесь будут изготавливать самую вкусную, самую большую шаурму. И не могли упустить такой возможности попробовать. Поэтому мы здесь. Вкусный, необычный, какой-то фантастический набор специй, вкусов. Не зря очень мы приехали сюда к вам. Все, что вы видели здесь, и как у нас люди с энтузиазмом этим занимались, как смотрели, как повара этим занимаются. Вы сами видели, насколько это было интересно, классно и весело. Уважаемые рестораторы, шеф-повара, просто получили от этого искреннее удовольствие, что их работа жителям очень понравилась. Кроме шаурмы, гости праздника могли попробовать плов, запеченного на вертеле барашка и люля-кебаб. За три дня на фестивале побывало 20 тысяч человек. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров. События.